Здравствуйте, меня зовут Евгений Федорович Шарин, доцент Института математики и информатики Северо-Восточного Федерального Университета имени Максима Кировича Аммосова. Наше сегодняшнее занятие будет посвящено решению уравнения с параметром. Вообще задачи с параметром это задача номер 18 профильного ЕГЭ, одна из самых сложных и как показывает статистика, очень мало выпускников школ берутся за ее решение. Но постараюсь я сегодня рассказать его так, что действительно ее можно решить и в принципе она не такая уж и сложная. Давайте посмотрим на условия первой задачи. Найти все значения параметра А, такие, что уравнение имеет два различных решения. Обратим внимание на то, что у нас дано дробно-рациональное уравнение. Вспомним, когда дробь равна нулю. Дробь равняется нулю, если числитель равен нулю, но при этом у нас всегда должно быть оговорено, что знаменатель дроби никогда не должен равняться нулю. Итак, запишем то, что я только что сказал. Исходное уравнение будет равносильно следующей системе. Числитель уравнения я приравниваю к нулю, а знаменатель не должен равняться нулю. И оба эти условия должны выполняться в системе. Обозначу первое уравнение системы через один, а второе, соответственно, через два. И начну с решения первого уравнения, потому что оно даже выглядит намного проще. Итак, у нас первое уравнение. Но в ходе решения я сразу скажу, что перед нами стоит задача не найти корни этого уравнения, а найти значение вот этого параметра а, при котором это уравнение будет иметь два различных решения. Уравнение у нас квадратное относительно переменной х. Вспомним, когда же у нас квадратное уравнение имеет два различных корня. Это когда у нас дискриминант уравнения строго положительный. Записываю дискриминант. В данном случае это у нас будет b в квадрате. Это минус 4 в квадрате 16. Минус 4 умноженное на старший коэффициент единица. И свободный коэффициент. Это наш параметр а. То есть у нас получается вот такое вот довольно-таки простое выражение. И как я уже сказал, для того, чтобы уравнение имело два различных решения, нам нужно, чтобы дискриминант, а именно это выражение, было строго положительно. То есть мы с вами получили линейное неравенство относительно параметра а. Как его можно решить? Это у нас получается минус 4а больше, чем 16 переносится с обратным знаком в правую сторону. Минус 16. Затем все это неравенство я делю на минус 4. При делении на отрицательное число у нас знак неравенства должен поменяться. Было больше, станет меньше. Минус 16, деленное на минус 4, это у нас 4. Давайте теперь рассмотрим второе уравнение нашей системы. Второе уравнение немножко сложно. И сложность заключается не только в том, что параметр а содержится в нескольких слагаемых нашего уравнения, а даже в том, что у нас нестандартно тут стоит знак неравенную нулю. Итак, что мы можем сделать? Во-первых, мы с вами ищем значение параметра а, при которых уравнение должно исходное иметь два различных решения. Мы вроде бы нашли такие параметры, при которых это условие выполняется, но у нас исходное уравнение должно иметь смысл, то есть должно выполняться вот это условие. Для этого я воспользуюсь методом подстановки, а именно из первого уравнения нашей системы я выражаю параметр а. Он у нас будет равен минус х в квадрате и плюс 4х. Теперь во второе уравнение вместо а в оба слагаемых я буду подставлять вот это выражение. Конечно, можно это сделать в уме, но я этого не рекомендую, чтобы не допускать никаких арифметических ошибок. 5х в квадрате минус 6х умножается на, и вместо параметра а пишу минус х в квадрате плюс 4х. Дальше плюс. И все это выражение, возведенное в квадрат, не равно нулю. Раскрываю все скобки. Очень внимательно. Когда я минус 6х умножаю на минус х в квадрате, два минуса дадут плюс. И будет 6х в кубе. Минус 6х умноженное на минус 4х, это будет минус 24х в квадрате. Следующая слагаемая, это у нас скобка. Вспоминаем формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы, это и есть квадрат первого слагаемого, плюс удвоенное произведение и квадрат второго слагаемого. При возведении в квадрат минус х в квадрате минус исчезнет. Будет х в четвертой степени. Удвоенное произведение, это будет минус 2х4 в 8 и х в третьей степени. И плюс 16х в квадрате. Не равно нулю. После раскрытия скобок нам остается сделать что? Привести подобные слагаемые. И записать это уравнение, удобнее будет записать в порядке убывания степени х. Старшая степень, это у нас четвертая. Х в четвертой степени. Дальше смотрим. Третья степень, она вот стоит. И вот еще одно слагаемое. 6 минус 8, это будет минус 2х в кубе. Остальные слагаемые, это у нас квадраты. 5 плюс 16, это у нас 21. И еще минус 24, это будет минус 3х в квадрате. Не равно нулю. Что же у нас получается? Мы видим, что у нас каждое слагаемое данного уравнения содержит общий множитель. И это множитель х в квадрате. Его можно вынести за скобки. Тогда в скобках останется. От первого слагаемого х в квадрате. От второго это будет минус 2х. И от третьего минус 3. Не равно нулю. Ну а дальше мы применяем какое правило. Произведение равно нулю, если хотя бы один из множителей ноль. Это означает, что мы каждый из них приравниваем к нулю. Ну а в нашем случае говорим, что оно не равно нулю. х в квадрате не равно нулю. Или х в квадрате минус 2х минус 3 не равно нулю. Эти выражения в совокупности стоят. То есть они должны выполняться. Что я получаю здесь? Дальше. х в квадрате не равно нулю. Имеет единственный корень. Это х не равно нулю. Левую часть этого квадратного трехчлена можно разложить на множители. Можно по теореме Виета или кто как умеет через дискриминант. Но мы видим, что это у нас корни минус 1 и 3. Тогда у нас получается, что окончательно х не должен равняться нулю. Х не должен равняться минус 1. Х не должен равняться 3. Дальше мы с вами вспоминаем, что мы же ищем значение параметра а. И находим соответствующие значения параметра а при этих трех значениях переменной х. То есть при х равном нулю, а в нуле. Это у нас получается, если мы вернемся к нашей замене. то мы видим, что это будет 0. Извините, 0. Если х равно минус 1, это у нас получается... Так, давайте посмотрим. Минус 1 подставили. Это получается минус 5. И сразу я подставлю в уме тройку. Это будет 3. Значит, здесь у нас минус 5. И при х равном 3 это есть 3. Осталось последнее. Это записать окончательный ответ. Для этого мы на числовой прямой а обозначаем наши точки. У нас было решение, что а должно быть меньше 4. И у нас получились ограничения, что а не должно равняться 0, минус 5 и 3. Отмечаю эти точки на числовой прямой в порядке их возрастания. И тогда у нас окончательный ответ будет состоять из вот этих интервалов. Записываем ответ. Это обязательно при решении задач второй части. Ответ. Это у нас множество. От минус бесконечности до минус 5. От минус 5 до 0. От 0 до 3. И от 3 до 4. Как мы видим, все очень просто. И я думаю, с этим может справиться любой выпускник школы. Спасибо за внимание. До свидания.